Я уже озвучил, что тяжелый шурф, ребят, и приходится первый слой долбить кирькой. А ты прибором махай. Ребята, наконец-то! Пошла? Есть! Есть! Это жесткий шурф! И вот смотрите, я еще ничего не видел, может это быть какая-то хрень полная. Но факт в том, что вот она, смотрите, бам! Это монета! Монета! Е-е-е! Итак, ребят, всем привет! Сегодня будет жестокий коп тем, что морозы, лопаты не втыкаются, взяли с собой киречку. Ну и я вам покажу сегодняшний инструмент, чем мы будем сегодня работать и как будем работать. Сегодня будет жесткий шурф. И ребята меня привезли в первый раз на это местечко, я тут в первый раз. Позади меня имеется вот насыпь. Здесь в свое время хотели сделать железную дорогу, но в связи с тем, что война, и все это захерилось. Сегодня копаем в той же компании Сергей и Русик. Вот, у Рустика, между прочим, сегодня как бы такая дата хорошая. Ну и Рустика решил нам немножко за это проставиться. Серега сейчас вам покажет еще интересную вещь, которую он, как бы, Серег, покажи наши наклейки, которые будут в ближайшее время раздаваться среди уважаемых, почетных людей нашего сообщества, кладоискателей, поиска 63. Наклейки будут наклеены на машину. Сегодня будет наклеена еще одна очередная наклейка на машину Рустика. Так что, если вы встретите на просторах России, вот такой вот, смотрите. А, сейчас их вот поближе. Вот такие наклейки будут наклеены. Это Серега постарался, честь и уважуха за это. И если... Рустам, ну да, Рустам боролся, боролся, но что-то у Сереги только это получилось. В общем, если увидите на просторах России, на дорогах, такие наклейки, это наши люди, наши люди из нашего сообщества. Так что присоединяйтесь, получайте, клейте и катайтесь. Ну а сейчас, естественно, небольшой у нас трапезничек, или как это назвать, трапеза небольшая для согрева, для проставки Рустика, зарядки аккумуляторов. Немножко употребим вне эфира и пойдем, пойдем копать. Да, сегодня у нас, в принципе, стол нормальный. Что у нас будет сегодня? Это мясо, огурчики. Батарейка наша сегодня будет в таком вот 5 озер. Это не реклама, так что будет жарко. Вон, щуп я достал, Рустик пытается его воткнуть, ни хрена не получается. Ну и кирка, кирка, это сегодняшний будет основной наш инструмент. Вот он. Будем им долбить, затем лопатой кое-как воткнули, и щупом будем проверять, на какую глубину будем шурфиться. Шурф у нас будет, сразу вам продемонстрирую, ребят, будет вот этот. Выбрали именно его. Дома стояли на одном уровне здесь, по ту сторону. Ну, решили здесь, рядышком с дорогой, никуда далеко не бегать. Посмотрим, что у нас здесь получится. Так что вступление есть, значит, находки будут. Ну, а сейчас, конечно же, к столу. К столу. Так. Рустик уже готовит стол. Да, Серега? Помахай друзьям всем. Это наш Серега. Супер человек. У него прибор какой, рассказывай. Минилаб. Минилаб. Пловер СЕ Профессионал. Между прочим, хороший прибор. Я удивлен тем, что он не быстрый, но факт в том, что цепляет сигналы там, где... Глубокий, но медленно. Да. Медленно нужно ходить с этим прибором. Он ленивый еще называет его. Но факт в том, что Серега полисес летит хорошо, ребят. Он практически трактор без них так настроен. Да. Ну, не зря Е-Трак называет прибором для богатых, ленивых. Он практически всегда находит находки. И на высоте, если вы знаете, он постоянно кучу находок собирает. Ну, и Фишер 44. И мой, где мой прибор? И у меня будет Аська 250. На шурфак всегда Аська работает. Так, Русь. А где эти? Стоп, 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 стоп. Потом, потом, потом. А у меня вот Аська. Ну, ладно. Все, давайте, ребят, пожелайте нам удачи. Эх, руки аж замерзли. Так что перчатки одеваем. Ребят. В общем, долбим мы земельку. Тяжеловато. Немножко спалили здесь, чтобы грунт немножко прогрелся. И чуть-чуть. Давай, Санек, а то остынет. Да, ребята, решили домой поприкалываться и показать, насколько тяжелый шурф. Я уже озвучил, что тяжелый шурф, ребята. И приходится первый слой долбить кирькой. А кто-то Снежку радуется. А, да. Пацаны встали в ряд и смотрят. Но это просто для видеосюжета, ребята, я снимаю. А долбить-то сейчас они будут. А я буду снимать. Шутники. Шутники. Ну что, ребят, жесткий шурф продолжается. В работе сейчас у нас рустик. Мы по мере уставания меняемся. Грунт промерз 15-20 сантиметров. Мы сейчас щупом прощупали. Еще буквально... Еще буквально... Буквально еще считанные какие-то сантиметры. И начнется мягкий грунт. Будем ждать этот мягкий грунт. И потом будем этот мягкий грунт именно вот таким образом выковыривать оттуда. И будет слойка 15 сантиметров твердая. Мы его просто потом как бетон будем выкидывать. Нам все нужно будет потом выкидывать. Так, сейчас рустик свое полномочие сдал Сереге. Теперь Серега подолбит. А я постою с камерой. С камерой куда тяжелее работать, чем с киянкой. Да, Серый? Серый говорит, я первый раз попал на жесткий шурф. Хотя он и не шурфолог. Бывает и еще тяжелее. Но я считаю, что это один из тяжелых шурфов. Приходится долбить земельку, чтобы добраться хоть до мягкого слоя. Не считая монеты, просто добраться до мягкого слоя. Будем радостны и счастливы, когда земелька будет копаться лопатой. Но сейчас пока долбим. Долбим, долбим, как на колондайке ищет золото. Ох. Следующий слой должен быть мягкий. Так. Ну-ка, Серый, следующий. Ну, во, все, пошел мягкий слой. Но до мягкого слоя нужно еще как бы докопаться. Но здесь вот уже все. Мягонько. Ну, если вот так вот посмотреть. 20 сантиметров, ребята, 20 сантиметров. Самара уже промерзла. Вчера мне на стриме говорили, что уже... В некоторых местах уже потепление. Минус 30. Вот было и минус 40. Сейчас пошло потепление. Так, щуп он, видите, уже. Ох, как хорошо, ох, как хорошо полезно. Ой, какая там засыпка глубокая. Ёшкин кот. Так что шурфить, не перешурфить. Полметра. Ну, факт в том, что дом-то вот так вот стоял. Это первый слой. А вот здесь вот будет еще глубже проваливаться, ребята. Так что, ладно. Основная домовая яма, вот она. Мы начали с краю. Именно с угла дома. Вот так вот стоял углом дом. А это эпицентр. С угла полметра свободно входит. Так что, ладно, долбить еще нам полчасика. Серега говорит, надо бы в магазин за батарейкой съездить. Ну, ладно, рановато еще за батарейкой. Рановато. Ссяду, ссяду, да? О, смотрите, сейчас лопата. Ох, лопата, смотрите, уже пошла лопата. Хорошо, хорошо. Ребят, долбить кияночкой тяжелый труд. И мы решили место для раскопа немножко согреть при помощи огня. Сейчас немножко подогреется земелька. И продолжим долбить. Хоть немножко облегчим себе труд. Пожарники. В лесу раздавался табор дровосека. Отец, слышишь, рубит? А я отвожу. Вот Серега притащил очередное дерево для нашего костра. Мы пока ковыряемся уже, наверное, около часа. Может, даже поболее. Находок нет. Но яму раздолбили уже неплохую. Будет. Да, но монеты у нас обязательно будет. Семья-то у нас небольшая. Но все равно два человека работают. Ха-ха-ха-ха. Черт. Да. Класс. Отец рубит, а я отвожу, а я снимаю. Короче, ничего, нормально, ребята. Успеечки у нас нормальные. Копаемся. Серега говорит, я приехал чисто ради удовольствия компанию поддержать. Рустик. Костер, шашлык там. Да, шашлык у нас нормальный, костер нормальный. А Рустик, вот, он, да, ему, как говорится, делать нехрена. Он... Зачем-то яму копает. Зачем-то яму копает. Да, наверное, да. Под мусор закопать. Да, мы сейчас шашлык поедим, мусор будет. Мы в эту яму и прикопаем. Ну, Рустик, как говорится, фанат своего дела. Будет долбить землю. Пусть и какой-нибудь скакалик поднимет царский. Или еще хуже, советик 61-го года. Вот. Но факт в том, что перспективы есть. Засыпка нормальная. Костер пылает. Пожарники у нас, в принципе, есть. Погоны отмыли. Так что все нормально. Копаем, продолжаем. Снимай, блядь. Есть. Да. Фу, ребята. Так, а ты прибором махай. Есть. Ребята, наконец-то. Ху-ху-ху. Пошла. Да, записи. Есть. 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 Это жесткий шурм. Есть. Ребята, вот такая вот яма. Серега начал прозванивать бока. Я говорю, бока прозванивай. Вот я лопатой махаю. Сигнал нормальный. Говорю, пацаны, надо его выкапывать. И вот смотрите, я еще ничего не видел. Может быть, какая-то хрень полная. Да. Но факт в том, что вот она, смотрите. Бам! Это монета. Монета. Еее. Это первая монета, ребята. Есть. Так. Ха, она затерта для безобразия. Зараза. Но толстая. Не знаю, что за хрень. Сейчас я ее облежу и посмотрю. Ну ладно. Факт в том, что первая есть, ребята. Результат есть. Завел бы это адский шурм. Да, адский шурм, ребята. Адский. Да, смотри, ты им как в котле. Кто-то меня вчера демоном назвал. Демоном. Сейчас я, сука, прижу. Все везли он плюнул один из двух. Есть, есть, есть. Есть, начинаем. Ну, силуэт какой-то орловидно. Но факт в том, что она затерта. Гурт. Гурт. Это гурт лысый. Значит, серебром. Она затерта, безобрать серебром. Но это монета, это она знает значительно. Это никакой не вырубишь, ничего. Это монета, ребята. Но она убитая, затертая. Факт в том, что сигнал есть четкий. Классно. В принципе, удачно выбрали место. И нормально. Нормально. Продолжаем. Жарим шашлык. Копаем. Добиваемся вот этой вот молотышкой, колотышкой, блин. Но факт в том, что медь есть. Продолжаем. Ну что, ребята, вот смотрите. Рустик в ямке стоит. Я сделал прозвонку первую после очередной рюмашки с Серегой. А Рустик копает себя, а мы с Серегой квасим. Уже никакие. Вон Серега пошел за очередной порцией гров. В общем, сделал первую прозвонку. И смотрите, что выпало. Это зачетный первый классный царский сигнал. Это Николай Второй. Одна вторая копейки. Сохран бодрый. 1898 год. Ай-яй-яй, ребята. Результат дает свои плоды. Не зря мы тут, как грубо говоря, сказать, раскопать чего-то здесь. Смотрите. У нас дети. Дети, но я запикаю. Обязательно запикаю. У нас канал для взрослых мужчин, женщин. Так что они меня поймут, потому что я очень рад такой находке. Медь, ребята, медь. Царская медь. Классно, зачетно. Сейчас буду продолжать своей Асикой прозванивать. Результаты Рустика копа. Вот, может быть, что-нибудь еще получится. Ладно. Вот в таких красивых просторах копаем. Вот, камера мерзнет, батарейка мерзнет. Так что не знаю, насколько хватит. Серега пошел за дровами. Как лесоруб. Так что, ладно. Живем и видим. Итак, ребята, очередная трудовая монета. Ну, я ее как бы еще не добыл. Она находится вот, смотрите, в камушке. Рустам выковыривает вот такие вот комки при помощи кирки. А я металлоискателем прозваниваю. И вот она, монета. Не знаю, что за монета. Вот, в общем, факт в том, что это монета. Сейчас пытаюсь ее выковырить. Не знаю. Что-то тишело. Опа. Выковырил. Ну, что это у нас? Это у нас Александр. Копеечка Александровская. В древесине. А нет, это не Александр Первый, а Николай. Вот, это интересненький. И это интересненько. Николай Первый. Значит, 1840 какой-то. Или 50 какой-то. Но факт в том, что это монета. Николай Первый. Зачет. Зачет. Но если еще интересно, я вам еще ее покажу. Но рельеф немножко зализанный. Пойдет. Итак, ребята, минус. Минус 15. Пошло у нас белые мухи. Холодное пиво. Запотевшее. Почти лед. И настоящий русский мужик. Вдолбит каменную землю, которая промерзла. Вот это называется жестокий коп. Настоящий жестокий коп. Жесткий. Жесткий коп, да. Откопали всего две монеты царские медные. Но, Серега, как твои впечатления от первого шурфа на морозе? Ну-ка. Там рядом медведь пробегал. И вот ему мишка. Честно сказать. Да, скажи честно всем телезрителям, подписчикам. Ну-ка скажи первое впечатление от шурфа на морозе. Потому что такая яма. Куча сожженных веток. Из них две. А, три монетки. Из них одна вообще. Никакая. Помню. Это, ребята, это первое впечатление. Самое главное коллектив. Да, первое впечатление у человека, который первый раз начал шурфить. Он летом не шурфил. Поехал на шурф зимой. Летом, потому что жарко. Жарко. А зимой холодно. Да, греемся. Да, греемся. Вот костер тут устроили. Холодное вот пивко. На тот случай, если жажда. Ну, вряд ли я. Жажды у Сергея не вижу. Серый, спотел серый? Ну, как бы сказать. Пиво холодное. А ты что, слегка? Пиво холодное нормально будет, да? Да. Нормое. Настудиться немного. Ну, яма, ребята, смотрите, у нас какая уже яма. В принципе, ямка была маленькая-маленькая. А теперь, видите, уже достаточно хороший котлованчик. Так что, ребят, пожелайте нам продолжения удачи. Две удачные... Подбивай, Рус, я чувствую пару штук выкинули. Здесь вот пару штук уже есть, да? Да. Ну, ладно. Если пару штук будет, то нестяк. Ладно. Ждем очередную монету. И, Серега, за удачу. Красота. Ребят, вот сижу в яме, он такой вот. Эти чертяки наверху. Пусть говорит, за находку надо как-то выпить, ребят. Ребят, и вот находка, знаете, интересна тем, что замочек латунный. И внутри имеется ключик. Конечно, ключик подустал, но факт в том, что под замком всегда имеется гравировка. И здесь тоже имеется гравировка. А что за гравировка, к сожалению, пока не знаю. Вот, может быть, что-то вы увидите. Мне попадаются очень часто братья Чилинь. Вот, Николая Второго. Но здесь я не знаю, что это такое. Чистка покажет. Но замочек зачетный, латунный. Может быть, здесь где-то и сундучок имеется. Лартик дальше. Да, злато, злато и всего прочего. Лартик дальше. Вон, Серега, вот этот, Серега, говорит, надо за находку выпить. Да, Серый? Конечно, блядь. Блин, блинский. Рустик только что гонял за очередной батарейкой. Вот, и сейчас вторая батарейка пойдет в ход. Ну, сижу в яме на коленях, ребята. Земля, в принципе, теплая, нормально, копаемая. Но факт в том, что не особо интересно, что здесь вылетает. Но все же что-то есть. Зачетно? Зачетно. Итак, ребята, расковырял я камушек с трудом. И у нас выпало. Так, там что-то, 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 смотрите. Питак 20 чертова. Так, ну, у нас копеечка 27-го года, ребята. Нет, смотри, я вляжу вам себя. Так, и смотрите, что... Я вернусь за тобой. 5 копеек 24-го года. Сохранчик, ну, так себе ничего. Пойдет, пойдет, пойдет. Механической чисткой я его почищу, ребята. И я его, между прочим, этот пятак, приложу к победителю нашего лота-кота в мешке. Так что имейте в виду, сегодняшние находки у нас будут у кота в мешке. Вот так вот зачетно пятак 24-го. На этот раз рустик выкопал. Рустик. И копеечку 27-го тоже рустик. Серега у нас сегодня как бы за ефрейтора прозванивает сигналы. Ну, нету, пусто, да, Сера? Вот камень под печь уходить надо. Да, я тебе говорил, что нужно его убирать, потому что этот камень фундаментный, ну, там камень находится. И он является у нас, я не знаю, основанием печи, что ли, или что-то в этом роде. И около печки, около печки, находятся достаточно иногда хорошие результаты. В данном случае пятак 24-го и копеечка 27-го. Вот. Пятак он стоит, по идее, в хорошем идеальном сохране 800 рублей. Вот. Копеечка 27-го года всего-навсего 150 рублей. Ну, в нашем виде, конечно, поменьше, подешевле. Ну, я вам примерно и цену сказал. Пойдет зачетно. Ну, что, ребят, сижу вот в яме, пацаны, сверху я им давал хрень какую-то почистить. И они почистили, и какая-то лабуда интересная получилась. Не знаю, что это лабуда, ребят, но какие-то надписи есть. Ну, вот на этой ленте, не знаю, может быть и на самом деле эта хрень какая-то. Прошу вас отписаться в комментарии, что это такое. Но, с обратной стороны, имеются, видите, крепежи. Но факт в том, что она, видите, имеет форму сферы. Это означает, что, возможно, какой-то головной убор. Может быть, какая-то кокарда, может быть, чего-то. Если у вас есть информация, напишите, пожалуйста, что это такое. Если я что-то напишу, если я что-то найду в интернете, то вы об этом узнаете. Но вещь достаточно интересненькая, очень интересненькая. Вот. Что хрен знает, что это такое. Я уже разглядеть не могу. Вот такая, смотрите. Может быть, похожа на Александра. Видите, рисунок как бы Александровский. Ну, не знаю. Не знаю. Рустик говорит, что какая-то кокарда. Ну, не знаю. Я первый раз такие вижу. А сейчас, ребят, давайте я немножко вам расскажу о предмете, который у меня в руках. Это кокарда чиновника межевого ведомства Российской империи. Ее носил человек, который занимался делами по всей губернии. Он отделение землями, толкование законов о межевании. В 1898 году департамент был ликвидирован, а его функции переданы судебному департаменту Сената. Любопытство было и оценить. Этот предмет на аукционе я нашел стоимостью 500 рублей. Недорого, а приятно. Ну, а сейчас возвращаемся на жесткий адский шов. Зачет, зачет. Итак, ребят, погода у нас совсем-совсем. Я имею ввиду температура и видите, темно совсем. Костер нас уже тухнет. Рухлик, Рустик, Рухлик. Ребята, уже у меня лыка не вяжет. В общем, Рустик в яме. И вот смотрите, что выкопал. Сигнальчик был зачетный. Световой налобник. И смотрите, звезда Давида. И классная вещица. Смотрите. Ух, ой, ой, ой. Смотрите, что. Серега в этом уже деле волокнет. И, Серый, что это такое? Это дом в вальной обуви. Братья Комарова. Братья Комарова. А, да, вижу, вижу, вижу. Смотрите, надпись с обратной стороны. Что-то видно. Что-то Комарова или что. Смотрите. Не знаю, что-то зеркальное отображение. Да. Видно что-нибудь? Нет? Звезда. Да, видно. Видно. В центре звезды видно собак или лошадь или что-то такое. Смотрите. Овца. Комаровый. Да, 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 да. Именно Комаровый. Братья Комаровы. Овечка. Охренеть. Вот это да. Ну что, ребята. Многие не знают о этих братьях совсем ничего. И вы так же, как и я, можете найти такой жетон. Шильдик. Бирка. Можно называть его по-разному. И хочу вас ознакомить с этой находкой поближе. Торговый дом братьев Комаровых. Своё дело предприимчивые братья Николай и Сергей начали в 1867 году. С пошива бурочной обуви в мастерских, открытых в помещениях двора. Их родового дома. Сохранивший и поныне. Скупая шерсть у местного населения, изготавливали до 600 пар валенок в день. В своё время фирма удостоилась медалью Парижской и Лепецкой, а также Российских торговых ярмарок. В 1917-м, после революции, хозяин Николай Комаров передал фабрику представителям новой власти. В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 фабрика дала фронту 1 562 928 пар валенок. Кроме того, отреставрировали более 6 миллионов пар. В 1970-е продолжается процесс механизации производства. В результате проделанной работы фабрика стала одним из ведущих предприятий валено-войлочного производства. Фабрика выпускает продукцию и в наши дни. Надеюсь, было интересно. Ну, а сейчас возвращаемся на Шурф. Будет ещё одна интересная находка, которая достойна вашего внимания. Что там? А там что-то ещё звенит. Мы уже в потёмках как бы снимаем, ребята. Потому что время ещё ранее, но уже темно. К сожалению, темно. И мы уже приходится в темноте швыряться. Сигналов мало, но мы копаем. Очень копаем тяжело. То, что долбим киянкой и лопатой выгребаем изнутри. Вон там рустик швыряется. Так что какие-то есть, но сигналы всё-таки проскакивают. И попадается вот такая вот сопутствующая вещица. Всякие стёклышки интересные. Потом керамика тоже. Очень большое количество костей. Очень много костей. И как бы сопутствующий материал, засыпка классная. Так что пока копаем в темноте. Ладно, ладно, продолжаем. Если что будет, не обессудьте. Будем заканчивать совсем-совсем в темноте. Аська 250. Между прочим, ребят, смотрите. Работает Аська 250. И Рустика. Рустика моя лопата. Сегодня мои все причиндалы работают. А у ребят вот стоят. Вот стоят. Жалко оборудовать. Ясно. Они жалеют своё оборудование, ребят. А мне своё оборудование совсем не жалко. Ладно, ради копа на всё. На всё походу способны. Самый главный результат. Всё-таки. Итак, ребят, следующее. Долго. Я её цеплял, долго искал. Это у нас серьга. Причём закрытая серьга. И я предполагаю, что такого образца серьги были серебряные. Так что, возможно, это серебро. Если есть варианты, предлагайте, пишите в комментарии. Серебро это или нет. Так, у нас там Серёга вон что-то дрова несёт. Вот, потому что у нас костёр совсем потух. Ну, что снимаешь? Я снимаю серый серебро. Серый шваркнулся. Ёшкин кот. Так, серебрушка. Вот такая вот серьга. Серебрушка? Да, серебряная серая серёжка. Вот такая вот. В зацепе маленького образца. Но факт в том, что мы её нашли. Нашли. Ладно. Хорошо. Пойдёт. Серый дрова принёс. Значит, сейчас у нас будет огонь. А то совсем огонь у нас потух. Рустик, как обычно, у нас в яме. Ну, продолжаем при помощи фонаря. Кругом кости вокруг меня. И шурфим. Шурфим. Продолжаем. Ночной уже получается шурф. Идём дальше. Итак, ребят, вы подумайте у вас что-то с экраном, с монитором или с телевизором. На самом деле это у нас уже совсем темнота. Рустик находится в яме. Я только что оттуда вылез. Серёга на верхах. Прозванивает. И вы знаете, что сейчас вышло у нас. Смотрите, что. Смотрите, что. Пробитый, правда, зараза. Но это рубль. Рубль. Сманисты. Офигеть. Год 1800 какой-то. Он, конечно, не знает, что за сохран такой. Но это рубль, ребята. Это рубль. И однозначно. Батарейка у меня на лобник кончился. Вот. Видно какой-то силуэт. Может быть, Александр или Николай. Всё-таки не знаю. Я не знаю. 1800 какой-то год или что-то. 1890 какой-то. Значит, это Николай. Видите, да? Силуэт Николая 2-го. Это у нас Николай. Вот такой у нас жёсткий коп уже под цветом автомобильных фар. Потому что на лобник у меня, к сожалению, всё закончился. Сдох. И пришлось уже использовать фары автомобиля. Классно, 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 классно. Сигналы продолжаются в яме. Но мы посмотрим, что у нас. Костёр уже закончился. Потому что уже дров в округе практически нет. Сеном топимся. Вот. И теперь фары у нас работают. Классно, зачётно. Ну, а сейчас, ребята, небольшой очерк об нашей находке. Наша радость была недолгой. На следующий день монету я отправил на экспертизу. И оказалось, монета не серебряная, а фальшивая. Вот почему у меня были сильные подозрения прямо на копе. И обо всём этом я вам сейчас немножко расскажу. Наш рубль был изъят из обращения властями. И пришита к делу об изъятии. Вот почему отверстие несимметричное рисунку нашего рубля. Как это бывает обычно на монетах с манисты. В царской России для подделки серебряной монеты употребляли сплав из олова и сурьмы. Откуда получилась и русская поговорка. Не стоит и оловянной копейки. Чаще всего подделывали серебряные монеты. Так как подделывать золотую, ввиду её тяжеловесности, было несравнительно труднее. Наказание за фальшивого монетчика во всех странах мира было жестоким. В тёмное время в Средневековье и в Европе, и в России фальшивого монетчика вливали в глотку расплавленный металл. Преимущество олова, из которого они изготавливали свои шедевры. Позднее стали четвертовать. На Кавказе и Средней Азии привязали к лошадям, тащили по земле. Вот и наш умелец, возможно, попался. Так как на монете отверстие, и сделано именно органами власти. Полицейскими или даже нашим чиновникам. Из ведомства по умежеванию. Интересно, был наказан наш фальшивый монетчик? Надеюсь, вам понравилась вот такая история об этом рубле. Если да, проставляем лайк, делимся видео. А если не подписан, подписываемся. А сейчас досматриваем видео до конца. Итак, ребята, напоследок. Шурфы мы наконец-то закончим. Но мы сюда обязательно вернёмся. Закапывать мы за собой ничего не будем. Потому что раскапывать потом будет проблематично. Здесь как бы не ходит домашний скот. Так что ничего страшного, если наша ямка останется до следующих выходных. Напоследок, ребята, хочу сказать. Выкопал ещё вот такой вот, к сожалению, кусочек колокольчика или бубенчика. Даже не знаю, что это. Но, к сожалению, он обломанный. Так что на этой последней ноте я буду заканчивать свой видеокоп. Обзор делать не буду. Очень-очень темно. Так что уже совсем-совсем темно. Где-то там существует какая-то жизнь. А мы где-то, я не знаю, в полях. Я здесь сегодня впервые. Ну, нормально. Рубль подняли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова